всем привет всем здравствуйте сегодня эфир должен был быть по soulful morning но я решила сделать по габриэль потому что в среду я это пропустила сегодня у нас с вами со мной эфир с катей мершниченко почему я сегодня выбрала все-таки габриэль nail decor set потому что я планирую делать ногти опять с этим боксом я никак не могу с ним расстаться потому что это самый любимый мой бокс это дольче и бокс габриэль я сейчас себе накупила очень много одежды в стиле old money до старые деньги и очень классно будет вписываться маникюр именно в таком стиле хотя несмотря на то что сейчас лето вот поэтому я сегодня вам предлагаю посмотреть дизайны с боксом габриэль в стиле old money потому что это сейчас самый популярный тренд среди стилистов среди блогеров и это доказать вечная классика которая идет абсолютно всем вот в маникюре конечно это выглядит не совсем сдержанный маникюр это маникюр для тех кто не боится привлекать к себе внимание для скромных женщин проходите мимо поехали итак nail decor set габриэль почему он так называется потому что он посвящен коко шанель кто не знает коко шанель ее настоящее имя габриэль поэтому мы назвали этот сет габриэль что здесь самое ценное понятно что декорации гель-лаки но самая цена это идея я считаю что это идея и эти идеи они у нас находятся в электронном виде вот здесь по qr-коду вы переходите и попадаете в электронную версию каталога в этой электронной версии каталога находятся все работы выполненные при помощи именно только этих декораций из этого бокса и только этих гель-лаков которые находятся в этом боксе вот исключительно в рамках только боксом там есть и маникюры на руках и там есть варианты дизайна в большом количестве вот так на типсах там есть также три или четыре мостик мастер-класса а вот это же написано смотрите 36 дизайнов на типсах 5 дизайнов на модели два пошаговых мастер-класса и два видео урока в общем этот сет он ценен тем что это готовое решение поэтому кто любит вот такие дизайны в стиле old money в стиле коко шанели брендового маникюра вам прям такие штуки очень зайдут итак давайте смотрим что сюда входит здесь сюда входят четыре слайдера плоскостных принты то такие варианты имейте ввиду что у нас не так давно выходила пластина и на этой пластине брендовая есть некоторые элементы из этого бокса поэтому как только слайдеры закончится есть эти паттерны в пластинах второй вариант черненький третий вариант вот такой и как раз непосредственно сама коко шанель так называемая габриэль дальше сюда также входят объемные слайдеры мы их называем еще эта технология стекла это такие бусики бантики выглядит очень объемно как стразы и носится кстати намного лучше чем обычные стразы держится очень хорошо я на себе проверяла и нагрузка у меня в свое время была очень большая когда я ходила с таким маникюром поэтому вот эти стразы они очень хорошо стоят это второй вариант это вот такой вот второй вариант третий вариант смотрите какая красота вот из страз такое не выложишь специально а здесь все пропитана днк бренда и делать получается очень легко потому что по времени вам не нужно тратить много на выкладывание этих стразиков так ну давайте делать варианты дизайна это то что я сейчас хочу сделать себе маникюр сейчас посмотрим кто за мной следит на моем аккаунте еми рашниченко вы знаете что я отходила со всеми этими оттенками вот сейчас хочу снова вернуться к розовому потому что сейчас как раз лето и вот серый розовый и нюдовый цвет прям будет огонь так сейчас мы ее пройти протрем блин прикиньте я все-таки в чемодане раздавила не довезла не довезла вот и я хочу сейчас сделать видовую ткань для от видовой ткани смотрите видовая ткань она получается тоже очень легко и быстро для этого в этом наборе идет матовая фольга я давно кстати с видовой тканью не ходила что еще в набор входит смотрите вот и на три оттенка матовой фольги специально для от видовой ткани потом вот такие серебряные клепочки тоже офигенные как дополнение для брендового маникюра стразики бриллиант тоже универсальные и конечно же 4 оттенка гель-лака но я сейчас их выкрашивать не буду я по-моему где-то была выкраска где-то она у меня была все увидела есть но короче видите я пока с кипра довезла все у меня все пострадало короче мне все пострадало все даже выкраска снялись сжались бедняжки а видите здесь два оттенка перламутровых и два оттенка эмалевых не офигенный сегодня буду разу работать розовым фольгу буду использовать серую до розовый серым будет хорошо фольгу буду использовать серую сейчас я покажу что нам еще понадобится для от видовой ткани видите у нас как красиво сегодня какой натюрморт сделала я себе даже побрызгала здесь для работы для вдохновения как хорошо пахнет кто кстати любит мадмуазель коко либо коко шанель номер пять кто вообще любит такие духи я раньше считала что это блин оля красная москва что это вонь несусветная но только с возрастом я начала понимать вкус этих духов так мы сделаем сейчас прям композицию из пяти пальцев но все пять пальцев конечно сейчас не успею ну зададим тон грубо говоря моему маникюру а потом ближайшую неделю я этот маникюр уже на себе повторю как раз себе купила черный бантик кто видел меня недавно я себе купила сережки в стиле old money жемчуг купила черный бантик бархатный для головы купила себе тельняшек короче очень классно и маникюр прямо будет в тему в стиле коко шанель смотрите так как я предполагаю делать на одном ногте твидовую ткань то я не буду сейчас наносить этот цвет в два слоя нам достаточно будет одного слоя потому что сейчас возьмем матовую фольгу она все равно это перекроет снивелирует хотя нет смотрите как мы сделаем я не так хочу мы наверное один ноготь сделаем синим а на нем розовую фольгу потому что я хочу чтобы у него в итоге розовый маникюр получился вот все сейчас значит видовая ткань будет на синим розовая фольга а второй ноготь у меня будет просто розовый но я тоже его сделаю на пол ноготочка я хочу в этот раз вообще не делать под кутикулу потому что дольше носится маникюр границы отрастания нет такой ярко выраженный очень красивый цвет сушим у нас сейчас если останется время я вам кстати в конце покажу еще раз новинку я уже показывала ее хочу еще раз показать потому что блин к сожалению камера новые гель-лаки которые скоро у нас выйдут не передает те кто их видят живем все говорят вообще не передается это в конце эфира обязательно покажу хотя бы пару ноготочков я себе здесь новый магнитик приобрела и с этим магнитиком как раз будет классно показать вам новые гель-лаки магнитные кошки так этот вариант у нас готов а второй вариант как раз под видовую ткань мы сделаем синюю подложку чтобы в итоге ноготь получился розовый так сушим так чтобы работать со слайдерами нам понадобится водичка маленькая такая аккуратненькая штучка для водички и мы сейчас решим что мы будем с вами использовать мне сто процентов нужно черный бантик прям я очень хочу черный бантик самый основной материал дополнительный который вам понадобится это топ топ слайдер это то на то что мы будем сажать все слайдеры здесь шармиконов нет 3d стикеров здесь только водорастворимые слайдеры они есть плоскостные они есть с эффектом стекла страз да так называемый 5d слайдеры перекрываем где-то примерно 30 секунд если лампа слабая можно одну минуту и также топ слайдер нам понадобится для от видовой ткани в том числе максимально тонкий слой наносим вот единственное перед тем как делать видовую ткань нужно проверить сколько вашей лампе нужно сушить топ слайдер для матовой фольги вот насколько я помню нужно мне сушить в моей лампе одну минуту но у меня сейчас блин лампа которую мне принесли уже из ремонта свою я на кипре пришлось оставить вообще 70 сколько я материал оставила на кипре прям в аэропорту все выкидывала берем кусочек но мы сейчас проверим я сейчас приблизительно нажала одну минуту сейчас я проверю подходит одна минута или нет если не подходит я просто досушу вот но приблизительно 30 секунд одна минута нужно все тестировать нужно пробовать как красиво это кстати розы остин смотрите вы себе представляете какой сейчас запах стоит во время эфира я пошла во дворе нарезала у себя роз остина что проверяем нормально мой единственное надо было на весь ноготь топ слайдер наносить ну ладно резкими движениями прижимаете и отрываете нам не нужно чтобы у нас вся фольга полностью покрывала поверхность гель-лака так как мы еще все равно будем царапать ладно это я потом обезжиривателем уберу с чем царапать можно либо взять апельсиновую палочку либо взять не знаю какие острые инструменты например можно взять иголку на иголка слишком тонко рвет нет очень нравится палочка апельсиновая у него тогда широкий такой шаг получается эти чуть пошире и фольга она царапается неровными элементами как выглядит видовая ткань это переплетение крупных таких нитей нескольких оттенков одновременно здесь получается такой естественный вариант в чем нарисовать видовую ткань понятно что я могла бы взять нарисовать эту ткань но я бы потратила намного больше времени пальчиком убираем и теперь поперек вот мне больше нравится апельсиновая палочка потом я обычно беру белый рафинад либо белый гель-лак и еще дополнительную прорисовку делаем так это мы сейчас пока два ноготка делаем мы сейчас сделаем 3 4 может все 5 примут но не успею сделать но мы сейчас все равно сделаем такую полноценную композицию так все убрали излишки и теперь дорисовать чуть-чуть нам осталось чем я рисовать буду специально вот по этой неровной поверхности это нарочно тогда линия получается рваная прям вот как вот вида как вот видовая ткань и импаста у меня набор просто старенький сейчас импаста продается вот в таких черных коробочках точно в такой же эта краска импаста сейчас тоже продается уже не в розовых коробочках а продается в черненьких у меня просто на устаревшие так я беру нарочно сейчас импасту она густая ей будет час вообще невыносимо рисовать по такой неровной шершавой поверхности но я это делаю сознательно специально так где тут моя самая лучшая кисточка а вот она видите впервые в жизни стала кисточку хранить это я вечно их бросаю них надолго не хватает все берем импасту сразу видно самую популярную краску в наборе это белый рафинад которая уже практически закончилась все и делаете также вертикальные линии и также делаете горизонтальные вот сейчас если вы посмотрите линия не рисуется практически но потому что фольга тут поцарапанная здесь получается очень прикольный эффект как раз то что нам нужно для твида но смотрите если рисовать послойно в несколько этапов цветами красок это все можно сделать но я считаю что вот это проще и быстрее то что не каждый сможет передать если он не художник эффект видовой ткани вот а если вы не художник для вас вот техника с матовой фольгой она у нас так и называется твидовая ткань ткань шанель да то что днк бренда прочитывается через много элементов до начиная с фурнитуры и вот как раз ткань твидовая это один из элементов таких очень локомотивных которые отображают что да это прям такой оля шанель прикольно получилось смотрите как красивенько очень красиво сушим причем еще если сделать матовой поверхность да и элементы глянцевыми получается прям вот вообще прям действительно от видовая ткань здесь у меня по-моему нигде матовой нету можно два цвета матовой фольги одновременно отпечатать и серую розовую тоже получаются прикольно короче я очень люблю эту технику вот это наверно самый популярный вариант если на черном отпечатывать серую или на синим отпечатывать серую бумагу два фона подготовили два фона подготовили здесь тоже самое нужно для слайдера теперь липкая поверхность мы и делаем при помощи топ-слайдера так ну поехали ну бантик сто процентов нужно какой-нибудь здесь тоже вот бантиков куча смотрите блин я все хочу так наверное мы сделаем вот так один нокаточек у нас будет вот с таким фоновым слайдером как раз сейчас посмотрите вот кто давно не смотрел как использовать технику послойного нанесения слайдер на слайдер мы продолжаем работать с боксом габриэль он посвящен коко шанель кто не знает у коко было имя звали ее по паспорту габриэль шантель но при переписи во первых ошибку допустили она стала шанель вот и потом она кличка которую у нее было коко сделала имя свое основное поэтому к ней она так и приклеилась настала коко шанель а до этого она была габриэль шантель вот но это для экскурса поставьте плюсики если все нормально видно и так я уже приклеила первый слой слайдера и сейчас я вам показываю технику как работать слайдером на слайдер вот после того как вы первый слой сделали нужно взять ультрабонд наш кстати ультрабонд для слайдеров подходит для любых фирм он кстати очень классный вот не все так работают вот но мы учим работать именно так со слайдерами он очень капризный ультрабонд но он убирает верхний слой лака и способствует лучшие носки стопом вот поэтому обязательно мы наносим ультрабонд несмотря на то что у меня сейчас пойдет что опять а у у меня идет опять топ слайдер потому что сейчас я буду приклеивать из второй слой украшений слайдеров вот поэтому по любому ультрабонд нам прошлись снова тоненько-тоненько размазали топ слайдер если например переживаете что толсто очень получится у меня например многие технологи что делают они берут кисточку не из флакона они берут кисточку отдельную и наносят топ отдельной кисточкой тогда в этом случае получается максимально тонкий слой промежуточный вот получается тогда максимально тонкий слой здесь можем нанести с вами в принципе кисточка не из флакона так а здесь мы с вами украшалки вырезаем здесь мы с вами вырезаем украшение давайте наверно вот так границу сделаем так и вырежем еще одну украшал очку мои любимые давайте вот эти вот кресты я очень люблю собирать эти украшения например берете одно украшение к нему добавляете маленький бантик черненький на смотрите сколько маленьких бантиков черненьких так ну возьмем вот этот вот бантик я кстати сейчас когда на кипре год жила у меня же был один единственный клиент кто помнит я и каждый месяц сделала маникюр так прикиньте этот человек каждый месяц практически делал ногти вот именно с этим боксом я когда уезжала она просто пришла последний раз на маникюр говорит катя пожалуйста говорит подари мне этот бокс оставь все декорации какие у тебя есть с этим боксом вот я когда уезжала подарила ей этот бокс и декорации потому что кто не в курсе у нас есть еще эти декорации отдельно они продаются так сейчас я вам покажу их кстати наконец бумажные каталоги вышли так вот смотрите nail crust глаз у нас вышли еще отдельно это габриэль 9 коко 10 и банты и цепи 11 не если чё есть поштучно так вот я когда уезжала она у меня забрала все вот все что было и между под сегодня эфир провести пришлось пойти брать новый бокс вот да добрый день девочки да тоже всем хорошая пятница так бантик обожаю я поэтому сейчас загорелась опять сделать себе ногти с габриэль не могу вот что бокс дольче что бокс габриэль они у меня вот прям самые любимые ничего не могу с собой сделать сейчас я готовлю для вас бокс александр макуин ну правда уже я вам про него говорю уже не знаю сколько времени все уже устали ждать но хорошие вещи не делаются быстро я барышня очень медлительная мне нужно вдохновение у меня не было вдохновения сейчас я вернулась в россию вдохновение появилась поэтому сейчас быстренько бантик и теперь вот это украшалочка здесь можно что-нибудь кстати вот из текста приклеить ложа пустое давайте чем сюда я еще хотела кстати себе твидовый пиджачок купить такой укороченный знаете где нашла у гес у них весной выходили очень классные прям юбочки короткие стиле old money пиджачки и такие топики ну короче это прям костюмчики выходили в стиле old money я вот недавно заходила смотрю они еще не проданы такой блин купить не купить там конечно цена не как у куку шанель в модном доме будет ну тоже такие цены прям так сейчас вам говорю наверное вернусь я за этим пиджаком и куплю он такой голубой из твида голубого попытка номер два все аккуратно аккуратно обрабатываем ультрабондом все и теперь можно уже перекрыть глянцевым топом кто к чему привык там принципе можно взять утра шайн и в конце обязательно из излишки все видите не держится типс так покрыли убираем излишки можно еще дополнительно вот так кисточку взять здесь мы делаем следующий слой так отбивку хочется из шерми кончика черного сделать так как я сейчас это принципиально не использовать шерми кончики смотрите здесь есть вот такой прям в ленте текст мы его сейчас как раз на границу и приклеим будет прикольно так и украшение сюда сбоку со второго мы добавим вернуть сюда возьмем так так а что же сделать на третьем ногте так вот второй ноготь почти готов можно еще сюда что-нибудь добавить я люблю прям гирлянды делать так как у меня ногти длинные у меня много всего влюлазит нужно что-нибудь пристроить а вот смотрите чем можно взять вот эту штуку обрезать люблю всего и побольше понимаете вот мы сейчас так и сделаем смотрите как раз нам клепочки пригодятся точно вот эти стразы и клепки здесь наборе для чего бывает где-то нужно сделать связующие между элементами вот какая-то стразинка тот будет прям вот очень хорошо в тему сейчас я объясню что это я эфир выложу смонтированный что сейчас он получился из двух частей вот сейчас я попрошу чтоб не его перри монтировали соединили кто начала пропустил обязательно пересмотрите начало так и здесь можно взять вот теперь добавить либо стразик типа вот такую клепочку отсюда соединить так ну что я же хотела еще кошки вам показать тогда я третий тип сейчас не буду делать хочется еще кошки вам показать еще раз я уже показывала это новинка не правда ее не разрешают особо показывать но я вот но не могу ничего с собой делать я вам должна показать эту красоту сожалению эту красоту тем более через эфир в экране не передашь если есть возможность прям подъедьте в офис школы дистрибьютора посмотрите живьем на новые кошки то что там красота просто необыкновенная я просто купила новый магнитик и прямо сейчас можно попробовать чем эти гель-лаки они хороши и как кошки и как просто гель-лаки вот здесь вот например они сейчас слегка сполимеризованы вот возле потянут пигмент ведь они такие полноценные хорошие перламутровые плотные гель-лаки смотрите что у нас получилось ну что я наверно опять буду ходить до с розовыми ноготулями понятно что вот мизинчик можно сделать вообще полностью от кутикулы до свободного края твидовой ткани будет классно да прям огонек так с боксом закончили давайте у нас там есть чуть-чуть время я быстренько сейчас покажу хотя бы несколько оттенков вот они эти красавчики не без набора идут 433 435 37 38 36 и 34 они скоро в продаже будут они будут скоро в продаже я так думаю прям вот маша весь кто-нибудь из продуктологов а знаешь кому напиши самым или спроси как из какого числа будут на эми шоп эти гель-лаки кошки не тогда напомни так мы чуть-чуть как раз новый магнитик пробуем смотрите какой прикольный магнитик прикольно так поехали давайте зелененький возьмем в общем они прикольные просто сами по себе без магнита поэтому кто вот не любит эффект кошек вы просто влюбитесь смотрите в один слой вот так красиво и сейчас мы вот так вот соберем ну вот вот так просто смотрите блин вообще не передает эффект несправедливо я не знаю как показать вообще в камеру этот эффект красивучий мы даже вот менеджером по дистрибуции ростовской области прислали сначала фотографии и видео они такие а ну ок ок мы такие ничего себе нет никакой реакции да мы вы вообще поняли какому вам красоту прислали они такие ну типа ну норму а потом когда пришли выкрасили прям при менеджерах по работе салонами красоты они горят блин это только живьем смотреть вот ну не передает красота вообще вообще так вот какой хороший магнитик девчонки вообще прям прям очень сильный магнит ну на желтом видно меньше всего но это все равно не умаляет его достоинства следующий свет давайте синий 436 поэтому просите обязательно менеджеров вам прям показать потому что их нужно смотреть живьем мы конечно снимать пробовали по-разному но все равно тут во первых идет не один магнит да а здесь идет три разных типа пигмента и они дают разные эффекты вообще а до сегодняшнего дня на сайте девочки сегодняшнего нас ахня на сайте и мы так и чувствовала принято почему-то думала что это у нас только через неделю выйдет почему я так решила короче сегодняшнего дня уже на сайте ты уверена саш что мучит перед да офигенный так 435 это прям такой фиолетовый тоже видите классно в один слой смотрите она вообще как колечко смотрите девочки найдите такой магните купить офигенная штука я вот этими обычными квадратными во сколько не делала все равно какаха не видно красоты пигментов вот эти вот все магнит они дурацкие а это вообще просто какая-то прелесть девчонки купили где-то на рынке вообще съездили но я думаю что на валберезе на алиэкспресс будет они цветные есть там дайте из розового гляньте градиент сделать надо тоже попробовать градиент я уверена градиент элементарный быстро получаются представьте как они перемешиваются легко самое главное вот магнит нужен сильные вот эти бусинки магнит офигенный во первых делает вот этот вот классный круг в центре о боже как красиво сейчас я хочу сейчас подождите такой кругляшочек сделаю зелененьким на желтом на зеленом меньше всего этот эффект заметен вот я еще говорю блин все равно они обалденные даже без магнита вы понимаете что они просто сами по себе офигенные да нет смотрите на зеленом тоже круто этот в центре получается такой смотрите ну как вам современные кошки идея пришла кстати после цвета кто помнит оттенок у нас получился у меня получился очень случайно я просто задачу им технологом поставила говорю сделайте то же самое говорю только цветные 397 кто помнит цвет это офигенный цвет называют цвет оргазму хотите испытать ногтевой оргазм накрасьте ногти цветом 397 он сам по себе обалденный цвет у меня получился как он не случайно получился я просто не знала что я работаю магнитной крошкой вот и кто-то из клиентов при магнитил и мне прям в эфире сказали катя ты знаешь что он магнитный и мы на основе него сделали вот эту целую коллекцию поэтому имейте ввиду это все как 397 цвет он плотный в один слой да это оргазм да кто не знает знакомьтесь смотрите слушайте девчули какая штука вообще найдите такой магнит он очень сильный что-то мил как моя кошка окошка окошку мне хочется я не знаю чем не выдра выдрать когти и хочется конечно же я этого не сделаю я не знаю что мне делать с моей мебелью у меня травма психологическая сейчас от кошки короче они очень необычные потому что тут идет подтон еще двух пигментов и не знаю как видно не видно что здесь идет же не только серебро здесь идет персик и здесь идет розовое такое золото отлив помимо еще пигмента так но все в принципе на этом наш эфир сегодня подошел концу всем большое спасибо за внимание сейчас я соединю две части эфира и выложим полноценный эфир вам здесь всем пока пока